Так народ, всем привет! Сегодня у нас выпуск о водоеме на участке. Покажу, что у меня здесь сейчас происходит. Буду подготавливать его к зиме. Потому что сейчас вот вопрос у всех, у кого есть водоемы, это все переживают, как рыба переживет зиму, как не задохнется ли, не будет ли замора. Ну и покажу, как именно я свой подготавливаю к зиме. И заодно поговорим вам, что такое заморы, из-за чего они возникают и как их избежать. Ну первое, давайте поговорим о том, что такое вообще замор, из-за чего происходит замор. Многие считают, что в основном зимой только рыба потребляет кислород. И то есть если происходит замор, значит рыба, так сказать, его всего израсходовала и из-за этого происходит замор. На самом деле, больше половины кислорода уходит не на рыбу, а на гниение. Потому что в водоеме у вас всякая трава, растительность, и она зимой начинает гнить и потребляет кислород. И рыбе его тоже, естественно, не хватает. И когда уже у вас кислород в водоеме заканчивается, из-за этого происходит замор. Когда только начинаете копать водоем, как правило, говорят, вот, копаешь 3 метра и замора не будет. Но это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, это еще не гарантия, что у вас не будет замора. Но что делать, если у вас нет 3 метра? И, ну, сразу скажу, что если у вас нет 3 метра, допустим, даже полтора, то не факт, что замор будет. Если правильно все сделать. Почему вообще нужно 3 метра, чтобы не было замора, считается? Потому что, как правило, когда у вас 3 метра, на глубине 3 метра, уже солнце туда практически не попадает. И уже там именно не растет растительность. И значит, она не гниет. И уже от 3 до 6 метров на ям растительности совсем нет. И поэтому только рыба в ямах и на 3 метрах потребляет кислород, а не водоросли. Ну, что делать, если у вас полтора метра? Вот у меня здесь зимой в той половине буквально метр двадцать, в этой 2,50. За 15 лет ни одного замора не было. Ну, не считая, один все-таки в один год был, потому что разросся камыш по всей, по всему водоему. Я его не убрал. И то, тогда погибли самые большие особи, такие 3-5 килограмм. Остальными же ничего не было. После того, как очистил я этот камыш, сейчас у меня никакой растительности в воде нет. Пожалуйста, вот 2-3 месяца стоит лед, все отлично. Также может быть замор у вас именно, даже если у вас нет, допустим, большой растительности в водоеме. Но у вас может быть замор из-за перенаселения рыбы. То есть у вас пруд там 10 на 10 метров, и вы туда 2 тонны вкинули карпа, а карпу нужно больше всего кислорода. Напомню, что карп потребляет больше всего кислорода, а карась меньше всего. То есть надо понимать, если у вас водоем проблемный с кислородом, тогда вам нет смысла запускать много карпа, лучше уже запустить карася, и он у вас точно переживет зиму. Как же сейчас буду подготавливать? Самой растительности у меня в водоеме нет. Но есть, как вы видите, деревья. С деревьев тоже листва падает, вот сейчас она здесь плавает. Листва падает, постепенно оседает на дно, из-за этого заиливается дно, и происходит процесс гниения. Сейчас уберу все, вот у нас кусты, это все ненужное. Вокруг водоема все должно быть чисто. Как можно меньше, старайтесь, чтобы листва попадало в водоем. Потому что, и, естественно, убрать всю растительность в водоеме. Потому что это будет зимой все гнить, потреблять кислород, и рыбе может просто не хватить. По поводу того, как еще можно бороться с заморами, скажем, бьют лунки, проруби. Ну, скажу сразу, это все ерунда. Смысл, аэрация у нас через лунку практически не происходит. Сейчас аэрация у нас происходит из-за того, что ветер, волна и движение воды, и все это насыщается кислородом. Зимой, когда у нас остается, ну, все покрывается льдом, движения воды нет, то, что вы прорубите зимой, ну, скажем, такую прорубь небольшую, и, во-первых, эта прорубь при морозе, вы ее прорубили, она через 5 минут обратно затянулась льдом, и это ничего не поможет. Ну, даже если вы ее прорубили, все равно, как говорится, кислород не войдет весь в водоем, просто это все, это все так, скажем, вы, чисто рыба, чтобы подышать, выплыла на поверхность, когда уже будет умирать, это не спасет вас от заморов, разве что каждый день бить какую-то большую прорубь, но это требует много сил. Так что, единственное, вот, что мы можем сделать, это, мы можем рыбе предоставить больше кислорода, убрав растительность, чтобы кислород не расходовался на растительность. Также, может, некоторые скажут про аэраторы. Ну, установка аэраторов зимой, чтобы было все отлично, ну, сразу говорю, аэраторы не всем подойдут, так как у меня водоем 70 метров длиной, если я даже поставлю здесь маленький аэратор, он не насытит кислородом всю длину. То есть, мне нужно ставить эти аэраторы через каждый, не знаю, 10 метров. И у моего знакомого был опыт, у него еще больше водоем, он ставил аэратор, но у него было перенаселение рыбы, было очень много карпа, и все равно он не пережил, аэратор не поможет. Так, вот так это выглядит, вот настолько упала вода, вы видите, какой здесь, уровень какой здесь. И сейчас подойдем, еще вам покажу весь водоем, потому что тоже люди просят, чтобы весь показать, потому что, как правило, стою только возле той половины или возле той, а весь не видно. Вот он у меня весь. И эта часть. Вот тоже посмотрите, насколько упала вода. Ну, как бы пленку я стелить, конечно же, не собираюсь из-за этого, мне это не сильно страшно из-за этого падения. А вот так под мостом сейчас выглядит. То есть, вот посмотрите, заодно немного видно, как мост делал, да. Вот здесь уже практически пересохло. Ну, хотя здесь карпы умудряются еще боком проскользнуть, гуляют с одной стороны в сторону. Вот там, кстати, кто тоже собирается делать такой мост, видите, трещина отошла. То есть, это нужно все именно бетоном еще усиливать. Я усиливал, но все равно они понемногу сползают. А вот там фонтан, который все никак не доделаю, но скоро, надеюсь, доделаю. Так, ну, вот так вот это выглядит. О, кстати, сигнализация у меня. Сейчас ее отключим. Ну, про сигнализацию уже говорил, отдельно вам сниму. Тут у меня все припрятано на деревьях. Эх, не хочу все в одно видео уже запихивать. Отдельно все вам сниму, расскажу. Так, ну и вот, если у вас вот такая же, как сказать, ситуация, когда над водой много кустов, травы, растительности, то вам тоже это нужно все убрать. Сейчас уберем. Кстати, еще покажу немного наш народ, чтобы вы понимали всю проблему мою с сигнализациями. Пройдемся. Вот забор у меня, забор у меня, сетка, рабец. Высота его полтора метра. И вот что делает наш народ. Как видите, здесь была прорезь в человеческий рост. Обратно соединил ее. Просто разрезают, здесь были кусты, я их тоже уже очистил. Разрезают, ну, поскольку через два с половиной метра забор лезть. Ну, через два с половиной метра через забор лезть у нас народ ленится. И поэтому просто кусачками разрезают забор и спокойненько заходят. Ну, что делать, я не знаю. Копать им ямы, рвы противотанковые, отравленные... Отравленные шипы я уже не знаю. Что ж, сейчас с вами поработаем, вот это все очистим. Так, ну вот, пришли мы. Сейчас будем убирать все это. И вот еще раз хочу вам сказать. Насчет растительности. Не высаживайте никакую растительность, она у вас сама потом появится, вы еще будете с ней бороться. Вот это особенно страшно. Не знаю, рогоз, камыш, как называется. Вот это вот проблема, он все идет корнями, и все это нужно постоянно чистить. Или вот тот, который у меня там растет, который в воде уже, камыш, который именно настоящий камыш. Уже тоже с ним борюсь. Ну ладно, немного оставлю его. Потому что все это попадает у вас в водоем, и из-за этого все возникает. Из-за этого возникает проблема. И это все расходуется. На вот это вот все расходится кислород, а не рыба у вас потребляет. Будьте осторожны. Если хотите что-то высаживать, высаживайте, высаживайте в те же ящики, те же лилии, если вам нравится. Очень нужно быть с этим осторожным. Потому что уже, как говорил, все это начинает гнить, и рыба у вас не переживет зиму. Ну что ж, начинаем. Ну что ж, начинаем. Так, пара часов работы. И смотрите, все чистенько. Остался только тут угол немного. Но его уже потом уберу. Немного, конечно, попало мусора в воду. Но это все сейчас ветром прибьет к тому берегу и уберу. Тоже не оставляем это. Ну а так вообще подведем итог. Так что же делать все, чтобы не было заморов? Чтобы не было заморов, содержать еще раз водоем в чистоте и не допускать перенаселение рыбы. Это самое главное. Ну и желательно, конечно, чтобы было у вас это 3 метра пресловутых. Ну, не все могут позволить себе эти 3 метра. У меня проблем нет. И на 2,5. На лунки, еще раз говорю, если кто-то надеется на лунки или на проруби, это все бесполезно. Разве что бить большие какие-нибудь каждый день, потому что они все равно будут замерзать. Ну, на это особо надеяться не нужно. По поводу аэрации еще раз скажу. Ну, не пробовал. Но у меня знакомый пробовал на таком большом водоеме. Это не помогает, поскольку в одном конце оно немного делает аэрацию, а там не делает. У кого есть еще, может, опыт с аэрацией таких больших водоемов, то напишите в комментарии. Обязательно, если у вас все получилось, расскажу ваш случай. Еще по поводу водоема. Планирую открыть отдельный канал уже к весне, так как думаю осетровыми немного заняться. Также кои. Кои уже здесь запустил. Чтобы не мешать все в один канал, а по водоему отдельно. И по рыбалке отдельно. И по этому поводу напишите в комментарии, нужен отдельный канал или не нужен. Ну, все. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока.